Добрый день! Вести Ульяновск продолжает эфир канала «Россия-1» в студии Елена Тимонина и тема дня. Конфликт из-за трех букв. Я хочу заплатить сколько-то, чтобы потом, ну может быть, я доплачу как-то. Ну пусть, не обязательно ДН, так они у нас не берут. У жильцов старого дома не принимают квартплату, пока не будет погашен долг за ОДН. Квартира владельца же считает, что плата за общедомовые нужды необоснованно завышена. Профессиональному образованию новый уровень. Чтобы они выбирали те специальности, которые востребованы. В Кузоватове появится региональный центр компетенций. Новогодний квест вместо хоккея с мячом. Мне все так-то понравилось, но только прыгать с мячиком, конечно, это не очень. Погода вносит коррективы в распланированные школьные каникулы. У жителей дома по улице Луначарского дежавю. И вновь всему виной стала необоснованно завышенная, по мнению жильцов, плата за общедомовые нужды. Квитанции с огромными суммами они получают уже несколько месяцев. Да и история для них не новая. Кто поможет разобраться в вопросе и как не попасть в подобную ситуацию, расскажем прямо сейчас. В конце 2018 года жителям дома номер 9 по улице Луначарского выставили долг за несколько лет. Разбирались через суд. В июне 2019 закончился срок давности. Сумму обнулили. Вроде бы и проблема была решена. Впрочем, радовались жители недолго. ОДН за месяц 137 рублей. Это за октябрь месяц лично у меня. Второй месяц за ноябрь уже 216 рублей. Дом старый, четырехэтажный. Лампочки четыре в подъезде. Больше у нас нет. Света у нас больше нигде не потребляется. Эти лампочки горят только по вечерам и ночью. Днем мы выключаем их. Откуда набралось у нас 7200, по-моему, с чем-то или 300 с чем-то киловатт по общедомовому счетчику? Когда по квартирный счетчик 5100 с лишним киловатт. По мнению жильцов, расчеты неверные. Платить они отказываются. Но деньги от них хотят получить буквально силой. В расчетном центре отказываются принимать кварплату, пока не будет погашен долг за ОДН. Обращайтесь в управляющую компанию, нам запретили брать неполную. А если у меня, например, нет денег, я хочу заплатить сколько-то, чтобы потом, ну, может быть, я доплачу как-то. Ну, пусть, не обязательно ОДН. Так они у нас не берут. А ОДН это вообще притчевый язык стало. Мы не знаем, что делать. Ну, откуда у меня 216 рублей за одну лампочку на моем этаже? В управляющей компании поясняют, чтобы рассчитать ОДН, необходимо из общедомового потребления вычесть показания индивидуальных приборов учета. Остаток пропорционально площади распределяется по всем квартирам. В доме на Луначарского произошла корректировка. У них именно вот это вот индивидуально, оно у них уменьшилось. В результате объем увеличился, который перешел на содержание, именно электроэнергии на содержание. В связи с этим они получили в своих квиточках повышенную сумму за содержание электроэнергии. Но они, к сожалению, не говорят, что до этого три месяца они его не платили. То есть это все связано с несовременной передачей, с невозможностью своевременно передавать показания одновременно по общедомовому прибору учета и по каждому индивидуальному прибору учету. Впрочем, пояснить, как от четырех работающих лампочек может набежать несколько тысяч киловатт, местным жителям так и не смогли. Как пояснили в контакт-центре при главе города, однозначно сказать, кто прав, сложно. Сумма ОДН может зависеть от решения общего собрания. Обычно жители дома коллективно решают, каким способом будет рассчитываться плата. Она начисляется, исходя из показаний приборов учета, либо по нормативу, если собрания не было. В разных домах и ситуации могут быть разные. Одно понятно точно – самостоятельно у жителей дома разобраться с управляющей компанией не выйдет. Если жителям интересно, они действительно озадачены данным вопросом, рекомендуем подойти к нам в контакт-центр с теми документами, какие у них есть. Мы их посмотрим, изучим, предложим, какие варианты есть. Если по нашему мнению будет какое-то нарушение законодательства, мы поможем составить жалобы в надзорные органы, либо в суд. Отказ от платежей проблему не решает. В то же время сотрудники РИЦ не имеют права не принимать кварплату без ОДН. Здесь есть два варианта. Можно заплатить по квитанции через банк, либо зафиксировать нарушение на камеру и обратиться в прокуратуру. И не стоит забывать, что передавать показания счетчиков необходимо до 25 числа каждого месяца. Это касается и индивидуальных, и общедомовых приборов учета. Екатерина Лазарева, Сергей Свешников, Идамир Губеев. Вести. Ульяновск. В Ульяновской области примут собственный закон о синтетических наркотиках. Одной из главных тем совещания под руководством губернатора стал будущий закон. Он касается запрета продажи синтетического снюса несовершеннолетним. Подробности далее. Запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним работает в России с 2015 года. Однако производители научились его обходить, делая синтетический снюс, который под действие этого закона не подпадает. Никотиновые конфеты, жвачки и смеси в правовом поле никак не фигурируют. Читаешь, да, вот по результату, там, кара марса, закученный минут, продажи снизу происходят в огромном объеме, достаточно, ну, почти 24 часа. Реклама, раздают листовки, там, предлагают попробовать, там, маму травят, что тут не делать, если бы, так сказать, убить человека. Там, Московское шоссе, там, аквамол табачный, там, лавка, он прям вообще просто был изобилие. Изобилие это в дерьмо. Значит, так сказать, там, есть эти все эти ости, которые, прям, говорю, табачные лавки, которые там продают прямо рядом там, в госуниверситетах, на Кушевске. Ну, точно терпеть, наверное, и смотреть за краю глаза не будем. 19 декабря 2019 года главой региона подписано распоряжение о неотложных мерах по запрету на территорию Ульяновской области оборота СНЮСа и никотиносодержащих изделий. Документ запрещает продавать СНЮС и подобные ему продукты. Штрафы по этому закону составят от 30 до 50 тысяч рублей для частников и от 100 до 150 для юрлиц. Законопроект рассмотрят 16 января на заседании правительства. Затем новый правовой документ будет принят депутатами регионального парламента. Я думаю, что депутаты должны поддержать и принять сразу в двух чтениях законопроект. Напомню, что он сразу запретит на территорию Ульяновской области продажу так называемых СНЮСов синтетических и его аналогов, то есть бестабачных продуктов. Любое изобретение начинается с проекта. О том, как грамотно обосновать целесообразность разработки студента МУЛГУ, рассказывали эксперты ВУЗа. Разбор проходил на примере лучших работ конкурса «Реабилитация плюс». В этом году он получил статус международного. Конкурс объединяет студентов медицинских специальностей, а также людей, занимающихся информационными технологиями и физической культурой. Все для того, чтобы помочь в продвижении лучших разработок в сфере реабилитации пациентов. Выпускник УЛГУ Евгений Дудиков в этом году стал серебряным призером конкурса. Он занимается разработкой линейки устройств для восстановления двигательных, чувствительных и когнитивных функций людей с неврологическими заболеваниями. Это обеспечит восстановление бытовых, социальных и трудовых навыков у пациентов и поможет им вернуться к полноценной жизни. Первый модуль – это перчатка, которая позволит восстанавливать двигательные и чувствительные функции у пациентов с параличами и с выпадением чувствительности. И также представлен второй модуль – это блок управления, с помощью которого можно регулировать работу перчатки, вибромоторов и других электронных элементов. Теперь Евгений делится накопленным опытом с коллегами, которым только предстоит участие в конкурсе. Стоит отметить, что в этом году на «Реабилитацию плюс» свои проекты представили молодые ученые из России, Китая и Узбекистана. Эксперты отметили, чтобы стать призером конкурса, необходимо уже на начальном этапе видеть конечную цель. И, разумеется, понимать, для кого изобретение будет актуально. В конкурсе семь номинаций – это реабилитация в онкологии, гириатрии, педиатрии, а также комплексное восстановление инвалидов. Также в этом году успешными проектами стали корректор патологического стереотипа ходьбы при болезни Паркинсона и двухкомпонентный имплант для восстановления опорной и двигательной функции позвоночника. По мнению экспертов, большинство проектов действительно имеют практическую пользу. Планируется, что прием работ начнется через полгода. В Кузоватовском технологическом техникуме создадут региональный центр компетенций. Учебное заведение стало победителем конкурса грантов на создание мастерских. Солидную сумму в 38 миллионов рублей потратят на современное оборудование для обслуживания автомобилей, ремонт зданий и благоустройства прилегающей территории. Профессиональное образование в Кузоватове выйдет на новый уровень. Мы объединяемся с агентством по развитию человеческого потенциала для того, чтобы решать задачи экономики Ульяновской области и удовлетворить потребности работодателя. Ну и, собственно, стать интересным самим детям и их родителям, чтобы они выбирали те специальности, которые востребованы и по которым они дальше могут быть трудоустроены. Сейчас в техникуме уже идет точечная модернизация учебно-материальной базы и оборудование, на котором учатся будущие профессионалы. Местные техники-технологи осваивают специальность в новой современной мастерской. Полученные здесь навыки помогают на производстве. Учат также новому, но в целом, в принципе, один и тот же. Знанием установят эту степь. В Кузоватовском техникуме появятся новые специальности, а само учебное заведение станет научным и культурным центром для местной молодежи. Хотели сыграть в хоккей, а вместо этого прошли новогодний квест. Детские спортивные команды ТОСов Ульяновска запланировали ледовую битву на катке Соборной площади. Однако среднее по Волжье накрыла бабья зима, что, в общем-то, никого не огорчило. Должны были проходить соревнования по хоккею с мячом среди ТОС города. Но так как погода нас немножечко подвела, проходят веселые старты. Но нам, наверное, даже больше нравится, чем хоккей. Интереснее. Организаторы хоккейного турнира решили спортивный праздник у детей не отнимать и провели для ребятни новогодний квест. На площади разместили 10 станций-площадок. На каждой из них ребята проходили различные испытания. Причем не только спортивные, но и игровые. Либо это у нас хоккей, обводят мяч, либо это надо провести мяч, скажем так, как пингвины между ног. Метают мячи в кольцо. У нас есть беговая тройка. Это все команды бегут в обруче. Есть ледяная сосулька. Это каждую палочку держат и друг другу передают. Мне все так понравилось. Но только прыгать с мячиком, конечно, это не очень как-то... А они тебе тоже говорили? Трудно было? Ну да, было очень трудно. А результаты вы свои как оцениваете? Хорошо? На 5. На 5. На 4 с плюсом. На несколько нам говорили, что у нас самый лучший год. Всего в спортивном городском мероприятии приняло участие 15 команд различных ТОСов Ульяновска. В каждой команде по 8 человек. А это более 100 детей в общей сложности. Но самое главное, сладкий подарок и билет в аквапарк получил каждый участник новогоднего квеста. Наш выпуск на этом завершен. Итоги информационного дня подведем в 20.44 по местному времени. А далее информация о погоде. Я с вами прощаюсь. Сейчас в Ульяновске 8 градусов мороза. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 89%. Ветер южный 3 метра в секунду.